Переходим к следующей теме нашего эфира. Будем говорить о поездке президента США Джозефа Байдена на Ближний Восток. США, как говорится, сейчас активизирует взаимоотношения со стратегическими партнерами на Ближнем Востоке. Президент США впервые планирует посетить за свою каденцию с рабочим визитом Израиля, также Саудовскую Аравию. Недавно он общался с лидерами стран Персидского залива, просил их увеличить добычу нефти. По понятным, я думаю, причинам нефти нужна больше в условиях сокращения поставок со стороны Российской Федерации. С кем планируется встретиться лидер Соединенных Штатов Америки, о чем они будут говорить в том числе, далее в материале. Президент США Джо Байден планировал посетить Ближний Восток еще в конце июня. Однако поездку отложил на две недели, чтобы она не совпадала с проведением саммитов G7 и НАТО. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каин Джан-Пьер, визит состоится 13-16 июля с первой остановкой в Израиле. Часть целей поездки на Ближний Восток состоит в том, чтобы углубить интеграцию Израиля в регионе, что, я думаю, мы сможем сделать и что хорошо для мира и безопасности Израиля. В Израиле Байден планирует встретиться с премьер-министром. Затем он посетит западные береги Ордана и проведет встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом. Байдену сейчас очень важно в этот момент, когда формируется новое израильское правительство, когда стабилизируется ситуация с премьер-министром, в принципе, вовлечь Израиль в общую коалицию к борьбе с РФ. Почему в этот момент важно поехать в Палестину? Потому что мы видели в последние месяцы очень много протестов, очень много кровавых стычек и на Храмовой горе, и в Ярусалиме, в целом между палестинцами, арабами и израильтянами. Поэтому визит Байдена должен как минимум обуздать этот кризис и установить новый баланс сил между Вашингтоном, Тель-Авивом и Палестиной. После этих встреч Джо Байден планирует поездку в Саудовскую Аравию, где примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Лидер США встретится с более чем дюжиной региональных лидеров для продвижения интересов безопасности, экономики и дипломатии США. Мы также постараемся уменьшить количество смертей и количество войн, которые здесь происходят. Есть целый ряд вещей, которые выходят далеко за рамки того, что касается конкретно Саудовской Аравии. 30 июня Джо Байден призвал всех лидеров стран Персидского залива увеличить добычу нефти в условиях сокращения поставок со стороны России. Однако заявил, что во время его визита в Саудовскую Аравию он не намерен просить Эр-Рияд увеличить добычу нефти. Там встречаются все страны Персидского залива. Я сказал им, что, по моему мнению, они должны увеличивать добычу нефти в целом, а не в отношении саудовцев в частности. И я думаю, я надеюсь, мы увидим, что они в своих собственных интересах заключат, что это имеет смысл сделать. И вы знаете, они действительно обеспокоены тем, что происходит в Иране и других местах с точки зрения их безопасности. Все они. Мы в общем видим курс американской администрации на наращивание добычи и поставок нефти из всех источников, кроме России. Мы видим новую договоренность с Венесуэлой. Параллельно мы наблюдаем, как ОПЕК хочет выбросить Россию из всех своих перспективных проектов. И поэтому, конечно, сейчас визит в Саудовскую Аравию во многом будет касаться как раз вопросов энергетики, вопросов двустороннего сотрудничества и вопросов наращивания добычи. Еще в начале июня страны ОПЕК согласились увеличить добычу нефти до 648 тысяч баррелей ежесуточно в июле и августе, чтобы компенсировать санкционное сокращение российских поставок. Юлия Биль, специально для информационного марафона «Фридом», телеканала «Юэй». И детальнее эту тему прямо сейчас будем обсуждать с экспертом нашей студии. Кэтрин Ковин Джадж, аналитики-следователь, присоединяется уже к нашему эфиру. Кэтрин, добрый день. Добрый день. Вот от того, удастся ли наладить личный контакт между Байденом и принцем Королевства Саудовской Аравии, Мухаммадом и Бальсальман Аль-Саудом, будет зависеть готовность этого региона увеличить продажи нефти попросту. Но ведь и Россия так или иначе не бездействует. Как вы прогнозируете исход этого визита и какие перспективы вы возлагаете вообще на этот визит? Ну, вы знаете, для меня этот визит является признаком того, что Байден, в принципе, правит по принципу Энерти. То есть, если он обещал, придя на пост президента, исправить ошибки своего пришественника, как он говорил, и выступить в роли, скажем, терапевта для очень разрозненной, озлобленной натии, то можно сказать, что, в принципе, он продолжает путь во многом предыдущих президентов. И его президентство оформлено. То есть, те же темы, те же вопросы, которые влияли в первую очередь на президентство предыдущих президентов, все, какие влияют на его президентство. Значит, вот этот визит я рассматриваю в первую очередь через призму выборов в США парламентских, ну, в конгрессах в ноябре. Поскольку вот у него, у демократической партии есть шанс потерять контроль над Сенатом, и это будет означать, в свою очередь, что Байден будет, ну, он будет почти бессилен после этого. И вот, и очень важный вопрос для электората, это как раз цена газа, цена бензина, цена нефти вообще. Тат-му-да. Как я прогнозирую исход этих встреч? Я вот, я, что касается, вот, кто будет согласовываться с кем, насчет каких количеств добычи нефта, я не могу вам точно сказать. Но я могу вам сказать, что эта встреча, вот, безусловно, вот, наиважная для Байдена, вот, в следующие месяцы. И что он будет делать все для того, чтобы исход стал, так или иначе, снижение цены нефти и газа в США. Очень важный момент соцвет в том, что страны Ближнего Востока придерживаются, ну, мягко скажем, такого себе нейтралитета относительно санкций против Российской Федерации. Так вот, каковы шансы после этого визита, что эти страны присоединятся к санкционным мерам? Что может предложить Вашингтон для того, чтобы посодействовать с такому решению? Ну, вот, ну, США могут, вот, предложить то, что они, то, что они традиционно предлагают этим странам. То есть, вот, скажем, смотреть в другую сторону, что касается их нарушения прав человека базовых. И я думаю, что это не так уж сложно ему удастся, если он действительно это бы захочет. Важная тема, как мне кажется, также важный аспект подобных поездок, вам не кажется, мы говорили недавно с Андреем Каланом, представительницей Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. В нашем эфире, в том числе, цепляли тему о том, что, ну, в принципе, поддаются критике стратегии долгосрочной, Джозефа Байдена и Белого дома. Некоторые эксперты говорят о том, что такой вообще не существует. У Белого дома именно долгосрочной стратегии на 5, 10, 15 лет, будущее. И сейчас главная задача, в том числе для президента США, Джозефа Байдена, это создание региональных таких коалиций, временных. Одна из таких коалиций может появиться как раз туда, куда едет Джозеф Байден, именно на Ближний Восток. Ваши коллеги-эксперты говорят о том, что, по сути дела, один из итогов подобной поездки может быть создание Средневосточного НАТО. Как вы оцениваете, давайте разобьем по пунктам, во-первых, есть ли долгосрочная стратегия у США, в том числе по Ближнему Востоку, создание региональных коалиций в этом Ближнем Востоке, ну и потом уже вернемся к Ближневосточному НАТО? Что касается долгосрочной стратегии США, ну вот она и есть, и ее нет. Ее нет в том плане, что каждый американский президент в основном сосредоточен на то, чтобы, во-первых, выиграть второй срок, и, во-вторых, чтобы его партия не потеряла власть. Поэтому да, не может быть никакой долгой стратегии. С другой стороны, да, вот какая-то общая стратегия существует. Это, в принципе, состоит в том, что каждый президент хочет, во-первых, сохранить доступ к относительно дешевой нефти. Это означает, в первую очередь, дружба с Саудовской Аравией, несмотря на все, скажем так, грехи этой страны. И во вторую очередь, это дружба с Израилем, которая предоставляется в глазах многих американцев, которая является, типа, единственной цивилизованной, скажем так, белой европейской страной в Среднем Востоке. И вот третий пункт как раз тесно связан со вторым пунктом — это противопостояние Ирану. Так что да, то есть какое-то общее очертание есть, да, что касается долгосрочной стратегии. Что касается второго вопроса, я просто должна сказать, что я не эксперт именно по отношениям, по американской стратегии в этом регионе. Я, скорее всего, смотрю на эти вопросы через призм того, как эти события повлияют на американскую политику в основном, и как это, в свою очередь, повлияет на американский подход в нашем регионе, особенно вот к Украине. Если вы знаете, читайте об этой новости в российских СМИ, украинских, собственно, СМИ также, СМИ постсоветского пространства, то исключительно с чем связывают подобные поездки, опять-таки мы возвращаемся к первой теме. Нефть, цена на энергоресурсы, Российская Федерация. Главная задача, это сейчас для гегемона этого мира, Соединенных Штатов Америки, найти пути диверсификации энергоносителей, ведь Российская Федерация постепенно становится закрытой для всего мира. Конечно, к сожалению, нефть и газ все еще поступают в свободные страны мира от влияния Российской Федерации. Но, тем не менее, что как только в том числе Соединенным Штатам Америки удастся договориться о замещении российских энергоресурсов на рынке мировых после этого закрытия для России поставок из Российской Федерации, этот вопрос может быть решен. С этим ли связана вот как раз вот эта поездка, как вы считаете? Хочется просто эту тему еще детализировать, расширить немножко. Ну, в лучшем случае, да, это бы стало исходом этого визита. Но просто, да, Байден может много чего обещать этим странам. Но, с другой стороны, почему вот этот регион и регион остается таким сложным для США все эти годы. Но это из-за того, что у этих стран есть свои рычаги, да. Это в первую очередь прямой доступ к нефти. Поэтому, да, то есть, возможно, да, возможно, это приведет к тому, что наконец-то Россия останется полностью закрытой от мировых рынков в плане нефти и газа. Но, да, есть все-таки, у этих стран все-таки есть свои воли, свои интересы. Так что... Верите об интересах. Вам не кажется, что поездка Байдена на Ближний Восток и переговоры с Саудовской Аравией также, это как раз вот этот вечный принцип Соединенных Штатов Америки? Принципы или интересы? Такая моральная дилемма для США. Вот что перевешивает, как вы считаете сейчас? Что ближе сейчас? Да. Опять-таки, согласитесь, это такая постоянно, ну, по крайней мере, по состоянию нас сейчас это проблема. Либо мы выбираем ценности, интересы точнее Соединенных Штатов Америки, либо же мы выбираем принципы, которым постоянно взываем в своих речах, программных речах и многим-многим другим. То, ради чего мы не готовы поступаться. Мы имеем в виду Соединенных Штатов Америки. И тут на фоне истории с Российской Федерацией, ее агрессии, возможно, принципам придется поступиться. Да, вы знаете, мне очень трудно заглянуть, ну, я же не могу, конечно, заглянуть в голову Байдена. Ну, это опять, это все-таки приведет нас к начале вот моих ремарков по поводу того, что вот когда Байден пришел в свой пост, была какая-то надежда в некоторых кругах о том, что он будет править строго по принципам, из-за того, что вот, из-за того, что его в пришествии был настолько прямо, ну, либо слишком принципиальным, либо, ну, беспринципиальным. Ну, можно и спорить, что Трамп был, с одной стороны, вот, идеологом, а с другой стороны, что он просто преследовал своим интересам. То есть, я думаю, это можно вечно обсудить. Ну, все-таки, да, была какая-то надежда на то, что Байден будет править, ну, как сказал лично мой отец, что он будет править как умирающий мужчина, да, что он будет править как человек, который знает, что его время ограничено, и что ему надо как-то попыстрее успеть делать то, что ему надо делать для того, чтобы как-то выиграть свое место в истории. Но я бы сказала, что, скорее всего, да, его президентство движется по принципу Энерти, это связано больше всего, скорее всего, просто с американской политической системой, с тем, что никто не хочет как-то, что демократы особенно никогда не хотят как-то другую партию обижать. Но, да, есть такая возможность, все-таки есть какая-то надежда, что то, чего он не сможет достичь на внутреннем уровне, на внутриамериканском уровне, он пытается достичь все-таки на международном уровне. И что он все-таки пытается править по своим принципам на какой-то степени, что касается противостояния с Россией. Но, опять же, это будет означать отступление от некоторых принципов в плане дружбы с некоторыми не очень приятными, мягко говоря, странами на Ближнем Востоке. Кэтрин, итак, главная цель – это все-таки уменьшить дефицит нефти, и, как следствие, глобальные цены на горючие на фоне последствий российской войны в Украине. Вот по словам самого Байдена, это решение назрело давно, и страны Пельсидского залива сами понимают, что сейчас вот лучший момент занять свою нишу. Ну, занять свою нишу – это, конечно, очень важно. Но все-таки, я думаю, что здесь имеет значение несколько факторов, как минимум. И вот один из них – это также отношение к этому полномасштабному вторжению, мнение об этом полномасштабном вторжении. Как вы считаете, как вообще эти страны оценивают все происходящее, как они относятся к нам? Они ближе к положительно-дружественному отношению или абсолютно нейтральны? А вот за всех в этих странах я не могу говорить, конечно, но вот что касается личного моего общения даже с представителями этих стран, и в том числе с представителями интеллигентных сфер в этих странах. Есть некоторые… Я бы даже не сказала, что это симпатия к России, но есть просто некоторые, скажем, некоторые мнения по поводу того, что гнев России по отношению к западному миру понятен, поскольку мы действительно всегда оперировали с двойными стандартами, и что поведение России в Украине следовало бы ожидать, и что западный мир сам себе выиграл, сам себе как-то нарисовал эту картину. Это не означает, что эти страны будут всегда поддерживать сторону России, но это все-таки является фактором для того, чтобы они не обязательно захотели взять сторону Запада во всем этом. Кэтрин, спасибо вам большое за анализ, рада вас видеть в нашем эфире. Напомню, что Кэтрин Квиджадж была с нами на связи, аналитик исследований, мы же идем далее. Соединенные Штаты Америки проведут новые переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы в конце июля уже. Это состоится после Ближневосточного трона Байдена, и в частности глава Белого дома посетит Израиль, чтобы обсудить с его руководством иранскую ядерную угрозу. А во время саммита лидеров арабских государств Джо Байден намерен убедить их лидеров принять активное участие в посредничестве на переговорах с Ираном. Я напомню, что первое соглашение по ядерной программе Ирана было подписано в 2015 году при президентстве Барака Обамы, но в 2018 году президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов Америки из ядерной сделки. После прихода к власти президента Джо Байдена он приступил к попыткам возобновления действий договора с Ираном и его обновления в соответствии с требованием уже новой реальности. Тем не менее, все это время Иран продолжает нарушать условия первого соглашения и обогащает уран значительно выше разрешенного ему уровня. Ну и добавим также, в принципе мы сегодня об этом уже говорили, что главной целью приезда Джозефа Байдена на Ближний Восток является дальнейшая интеграция Израиля в регион. Об этом сам заявил президент США. По его словам, намерен Джозеф Байден сосредоточиться на достижении мира между Израилем и арабскими странами. Как вы знаете, этот конфликт уже идет довольно давно, я так мягко говоря, десятилетия. Довольно очень много лет уже, скажем так, продолжается. Израиль выживает в подобных условиях. Тем не менее, вот как миротворец, скажем так, теперь может действовать дальше президент США Джозеф Байден. А мы продолжаем наш эфир. Конечно, у нас впереди еще много интересных и важных тем, поэтому оставайтесь с нами, будем их обсуждать в этой студии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!